Как я говорил в одном из прошлых видео, мы вынуждены жить в конфликтах. Когда, допустим, нам родители или будь то воспитание в школе или в институте запретили проявляться, запретили показывать себя, запретили выражать свои желания, выражать свои мысли даже. Или каким-то образом еще проявлять самого себя, свою личность, свою индивидуальность. Накладывали те или иные запреты, ограничения. А потом оказывается, что мы хотим в жизни реализовываться, мы хотим в жизни как-то проявляться. То есть, вот уже здесь конфликт, потому что невозможно в жизни реализоваться, не проявляя себя. Но мы почему-то начинаем сталкиваться с различными страхами и комплексами в нашей голове, которые проявляются и телесно, и эмоционально, и на разных других психологических уровнях, и в разных других психологических, психических, точнее, состояниях в виде неврозов, расстройств, депрессии, апатии, в какие-то определенные моменты жизни. Это так называемые кризисные моменты, кризисные состояния. А все почему? Потому что изначально мы погружены находиться в разных конфликтах. И хорошо, если родители заложили в нас правильную модель психики, правильное реагирование и правильное понимание меры и вещей. Если они сами понимали, если сами они были осознанные и доносили до нас эту осознанность. А не просто так подавляли нас, подавляли наши желания какими-то простыми банальными фразами, которые даже не объясняли, почему они так говорят. А ребенок это воспринимал за чистую монету. Сиди на месте, никуда не ходи, оставайся здесь. Ты никто. Зачем ты будешь куда-то вылезать? Оставайся. Мир опасный, мир не такой справедливый. И поэтому, естественно, в ребенке это все закладывается как программа. Что нельзя проявляться, мир это небезопасно. И против родителей, естественно, возражать тоже он ничего не может. Потому что родители для него это самые значимые люди, которые олицетворяют для него весь мир. Если он будет что-то там говорить против родителей и против них, против их слов, это будет означать идти против мира. И это тоже будет небезопасно. Это практически сдохнуть означает. Поэтому мы тем самым вырастаем во взрослой жизни, погружаемся в конфликтах. Как те же самые многие психологи, точнее не все психологи, конечно, а есть такие психологи, которые говорят, если ты хочешь быть богатым, просто разреши себе. Позволь себе иметь много денег. Позволь себе проявляться. Разреши себе. Допусти в свою жизнь богатства и ресурсы. И они нескончаемым потоком, в виде какого-то дождя, на тебя польются. Ничего подобного ни херашеньки не случится. Просто так это ничего не меняется. Потому что те изменения, которые в человеке есть, и та жизнь, в которой он находится, происходит, это все не так легко, не так просто. Это все закладывается на всех уровнях. Как я уже говорил, нейрологические уровни. Это внутри на уровне метапрограмм. Ценностей, убеждений, мыслей, его характера, его поведение, его окружение. И если ты хочешь изменить свою жизнь, есть такое положение в НЛП, что надо, чтобы измениться, надо изменить как минимум три разных уровня. Здесь нейрологических уровней, чтобы твоя жизнь действительно поменялась. То есть, допустим, надо изменить ценности, убеждения и поведение. Только тогда твоя жизнь способна поменяться. А по-хорошему нужно меняться и на всех уровнях. То есть, это уже системная работа, как я и говорил. И делается это как раз таки обычно в людей в кризисах. Когда человек сталкивается с кризисом, потому что что-то пошло не так. И результаты в жизни, которые он получает или не получает, не оправдывают его ожидания. Значит, что-то получилось не в соответствии с тем, как он ожидал. Не в соответствии с тем, как в нем было заложено. И тут возникает как раз таки кризисное состояние психики.